Дидат в Скандинавии Является ли Библия истинным Словом Божьим? Шамхат Хан, председатель IPCI, Бирминген, Великобритания. Во имя Аллаха Всемогущего, Милостивого и Милосердного. Братья и сестры, дамы и господа. Я приветствую вас на этом собрании. И да будет мир Дому вашему. Да пребудет Божий мир с вами. Мы признательны пастору Стэнли за то, что он согласился участвовать в этой диссертации. На тему, является ли Библия истинным Словом Божьим? Это первый визит господина Дидата в Скандинавию. Многие называют его профессор Дидат, доктор Дидат, ученый Дидат. Во время лекции господину Дидату не предоставляется возможности для объяснения. И потому хотел бы сказать вам, что господин Дидат не профессор, не доктор и не ученый. Он является исламским исследователем христианской Библии. И он самостоятельно возрастал в своем знании. Сегодня, братья и сестры, он поделится своим опытом с вами, иншаллах. А сейчас мне бы хотелось предоставить слово сестре Марии Нельсон, являющейся сопредседательницей данного собрания. Сестра Мария Нельсон, во имя Иисуса Христа я приветствую всех вас сегодня здесь. Хотелось бы представить вам пастора Стэнли Шоберга. Уверена, что многие из вас о нем слышали и, наверное, ранее видели. Он является пастором в Стокгольме. Он прожил многие годы в Стокгольме. А также в исламских странах. Он известен тем, что оказывал мусульманам помощь, социальную и медицинскую. По ряду практических соображений, позвольте сообщить вам, как пройдет данное собрание. Формат встречи. Дидат, 50 минут. Шоберг, 60 минут. Дидат, 10 минут. Господин Шоберг проигнорировал формат встречи. В начале, в течение 50 минут, выступит господин Дидат. Затем, на 60 минут, слово будет предоставлено господину Шобергу. Затем, снова, в течение 10 минут, выступит господин Дидат. После этого мы приглашаем тех, у кого будут вопросы к господину Шобергу, выстроиться в очередь слева от трибуны. А кто захочет задать вопрос господину Дидату, выстраивайтесь, пожалуйста, справа от трибуны. Попрошу вас задавать свои вопросы как можно более ясно и кратко, ибо наше время ограничено девятью часами вечера, и мы не имеем права превышать этот лимит. Итак, мы начинаем. Надеюсь, вы почувствуете себя как дома. Сестры и братья, дамы и господа. Перед тем, как я передам слово господину Дидату, нашему первому выступающему сегодня, позвольте напомнить вам, что это дискуссия, и на таких собраниях следует быть сдержанным в проявлении чувств и эмоций. А теперь я попрошу на трибуну нашего первого выступающего, господина Дидата. Уважаемый господин председатель, дорогие братья и сестры, Перед тем, как начнется отчет времени, хотелось бы поблагодарить пастора Стэнли за его прекрасный подарок, который он прислал мне в Южную Африку. Это кассета, на которой он рассказывает мне о себе. И если бы у меня была такая возможность, дорогие братья и сестры, я дал бы вам послушать, как он говорит. С любовью и скромностью. Он покорил мое сердце. Если только скромность и прекрасные речи могут покорить человека. И как только я приехал в Стокгольм, я сказал ему, «Брат, я хочу, чтобы ты крестил меня». И в ответ я хочу сказать, что хочу преподнести пастору Стэнли подарок. Это самое дорогое, что есть у меня. Святое Писание. Вот эта книга. Мы, мусульмане, зовем эту книгу Последним Заветом. Конечно, пастор может сказать, что он знает о Ветхом и о Новом Завете, но он ничего не слышал о Последнем Завете. И я скажу, что нет. Это то, чему я учу людей, и что если есть Ветхий и Новый Завет, то есть и Последний Завет. И этой книгой является Священный Коран. И я дарю пастору эту книгу в надежде, что в дальнейшей его жизни эта книга Бога получит шанс изменить его сердце. Я понимаю, что пастор и вы, если у вас уже есть такая книга, а они продаются в фойе, спросят, как сделать ее доступной для понимания. И чтобы книга стала понятной пастору, как, впрочем, и вам, на задней обложке есть индекс. Не пытайтесь прочитать ее с первой по двухтысячную страницу. По мере того, как вы просматриваете индекс, вы находите в книге те вопросы, которые волнуют вас. Вы хотите знать, что говорит Коран о христианах, добрых христианах, таких как брат Стэнли. Откройте соответствующую букву. Что говорит Коран? Сура 5, аят 85. Что самые близкие по любви к уверовавшим, те, которые говорили, мы христиане. Так говорит Коран. И Коран говорит, что среди них есть и иереи, и монахи, и что они не превозносятся. И комментатор описывает это качество христиан, добрых христиан. Я прочту вам из Корана, сура 5, аят 85. Комментарий к этому стиху. Смысл не в том, что они называют себя христианами, но в том, что они настолько искренние христиане, что они принимают добродетели ислама. Принимают добродетели ислама. Как и абиссинцы, к которым пришли исламские беженцы во время гонений в Мекке. Они говорят, да, мы христиане, но мы понимаем ваше мнение, и мы знаем, что вы добрые люди. Комментатор этой книги говорит, что они мусульмане в сердце своем. Эти христиане мусульмане в сердце своем. Какой церкви они бы не принадлежали? Будь вы пятидесятник, католик, или свидетель Иоговы, но если у вас есть такие качества, мы говорим, что вы мусульманин. Это для вас. Большое спасибо. Итак, председатель сказал, что время пошло. Является ли Библия истинным Словом Божьим тема нашей дискуссии? В любом случае, будь то дискуссия на тему юридическую, криминальной юстиции или теологическую, прежде всего надо установить свидетелей. И поскольку речь идет о Библии, я принес с собой несколько Библий. Хотелось бы знать, о какой Библии мы говорим. Обычно люди говорят, что есть всего одна Библия. Но вот перед нами книга под названием «Библия», краткая версия римско-католической церкви. Пастор Стэнли, вы принимаете тот факт, что Библия есть Слово Божие? Вы принимаете это? Это одна книга. Еще одна книга — «Библия Скофилда», составленная под руководством докторов теологии и основывающаяся на Библии короля Джеймса. Так говорим ли мы о Библии римско-католической или Библии протестантской? А это шведская Библия. Она тоже основывается на Библии короля Джеймса. Мы о ней говорим. А еще у меня две книги совершенно одинаковые. Посмотрите на них. Вы не можете ошибиться, они идентичны. Стандартная переработанная версия 1952-го и 1971-го годов. Какую вы принимаете как Слово Божие? Так что нам необходимо установить, если вы можете мне в этом помочь, какую следует принять в качестве Слова Божие. Стандартная переработанная издания, только шведскую Библию, только Библию короля Джеймса или только римско-католическую версию. Тогда мы можем продолжать, иначе мы будем спорить о том, какая из них является настоящей Библией. Все они, Бог мой, разные, и даже эти книги-близнецы, которые выглядят словно сианские близнецы. И если бы я мог знать, которую принимает пастор за Слово Бога, то стало бы более простой задачей по изучению Библии. Какую из них вы принимаете, сэр? Какую? Я отвечу вам, когда мне будет предоставлено время. У меня есть очень хороший ответ. Спасибо. Когда мы открываем Библию на первой странице, а я имею в виду Библию вообще, что мы видим? Мы видим книгу Бытия, главу 1, стих 1. Первая книга, первая глава, первый стих. В нем говорится, «Вначале сотворил Бог небо и землю». На еврейте слово «Бог» звучит как «Элохим». Пастор хорошо знаком с евреями, и если не сегодня, то завтра мы можем организовать еще одну дискуссию ближе к его епархии и попросить Рабвина перевести слово «Элохим». И всякий честный еврей, знающий еврей, скажет «Боги». «Элохим» по-еврейски «Боги». Вот что оно означает на языке евреев. Но сотни переводов, которые сделали христиане, намеренно перевели первое слово первого предложения «Писание» неправильно. Есть Бог, а должно быть Боги. К чему это игра? К чему обманывать людей? Если в оригинале «Боги», то зачем говорить «Бог»? В первом предложении ошибка. И если это слово «Божие», как рассказал мне пастор на кассете, то я признаю всю книгу от корки до корки, от начала до конца, как слово «Бога». Пастор-фундаменталист, и мне это нравится. Правильно? Правильно. Он признает все, что написано здесь, в качестве слова «Божьего». Это облегчает мой труд. И если это слово «Божие», то есть ли у нас право менять слова? Никому не позволено менять первые слова «Писания». Но в пятом переиздании Библии короля Джеймса вместо неба написано «Небеса». Там, где должно быть множественное число, Боги, стоит единственное. Там, где должно быть единственное, стоит множественное. Я спрашиваю у доктора-пастора или у любого другого христианского богослова, дано ли им право прибавлять или удалять слова, или изменять их значение? В Откровении, в последней книге Писания, говорится, что тот, кто добавит что-то или уберет что-то из слова Божьего, будет проклят до конца дней своих. Так что мы бы хотели спросить профессоров и пастора, кто изменил слова, кто сделал это и вот это со словом Божьим, если это слово Божие. Затем, в первых пяти книгах Ветхого Завета, Бытие, Исходе, Левите, Числах и Второзаконии, 700 раз мы убеждаемся в том, что это не есть Слово Божие. 700 раз написано «И сказал Господь Моисею, и сказал Моисей Господу, и сказал Господь Моисею, и сказал Моисей Господу». А это значит, что ни Господь, ни Моисей не говорили напрямую, что был кто-то третий, кто слышал все это и записал. 700 раз мы убеждаемся, что это не Слово Божие. «Сказал Господь Моисею, сказал Моисей Господу». Затем пять первых книг Библии приписывают святому пророку Моисею. Но в последней книге Второзаконии говорится, глава 34, стихи 5, 6, «И умер Моисей, раб Господень, в земле Моавицкой, по слову Господню». Умер в прошедшем времени и погребен на долине в земле Моавицкой против Вифигора, и никто не знает место погребения его даже до сего дня. до настоящего времени, то есть до времени написания. Не умерев, Моисей не мог сказать, что никто не знает, где его могила. Как можно сказать такое? Моисею было 120 лет, когда он умер. Седьмой стих. Сказал ли это Моисей? Моисею было 120 лет, когда он умер, но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. То есть он был еще настолько силен, чтобы жениться на 16-летних. Моисей сказал это, что крепость в нем не истощилась. Десятый стих. И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицем к лицу. Сказал ли это Господь? Сказал ли это Моисей? Нет. Кто-то еще пишет эти слова. Малые дети, которые умеют читать и писать, скажут вам, что это не Слово Божие и не Слово Моисея. Теперь эти книги-близнецы. Я хочу сказать вам, что они не одинаковые, что это заблуждение. У них одинаковая обложка. И не знаю, захочет ли пастор открыть эти книги. Я прошу пастора помочь нам установить это. Если он не согласится, я попрошу кого-либо из аудитории мне помочь. Я прошу его открыть книгу пророка Исаии, главу 37-ю. Не эту. Это книги-близнецы, чтобы показать, насколько эти слова обманывают христианский мир. Как они обманывают миллионы христиан. Я хочу показать это. Мы собираемся сравнивать книги-близнецы. Я хочу, чтобы вы открыли эту книгу в стандартное переработанное издание Исаии, главу 37-ю, и увидели, написано ли там одно и то же. Вот и все. Хорошо. Исаии, глава 37-я. Какой стих? Первый. Когда он услышал этот царь языке, то разодрал одежды свои и покрылся вретищем и пошел в дом Господень. Так? Да-да, я следую за вами. И послал Илеакима, начальника дворца, и севну песца, и старших священников, покрытых вретищем, к пророку Исаии, сыну Амосову. И они сказали ему, так говорит Языкия, день скорби и наказания и посрамления день сей. Ибо младенцу дошли до отверстия утробы матерней, а силы нет родить. Может быть, услышит Господь Бог твой слова Рапсака, которого послал царь Ассирийский, господин его, хулить Бога живого, и так далее. А теперь стих восьмой. И возвратился Рапсак и нашел царя Ассирийского, воюющим против Ливны. А теперь и стиха четырнадцатого. И взял Языкия, письмо из руки послов, и прочитал его, и так далее. Слова от нее те же. Да. Но я не читаю из книги пророка Исаии, я прочитал вам из книги царств. История, истиха, 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 истиха. Библии. Видите ли, я читал слово в слово четвертую книгу царств, главу девятнадцатую, а он подтверждал, что я читал из Исаии, главу тридцать седьмую. Иначе говоря, они идентичны, слово в слово. И позвольте мне поделиться с вами знанием от христианских ученых. Они говорят мне, что Библия не является, если только пастор не думает иначе, откровением в слове, коим считают мусульмане Коран. Мусульмане считают Коран словесным откровением. Всевышний говорит пророку, скажи, он Аллах един, Аллах вечен, не родил и не был рожден. Коран является откровением, выраженным в слове. Христиане не верят в словесные откровения. Они верят в то, что Святой Дух вдохновлял людей на написание Библии. Но в этом случае невозможно получить дословное воспроизведение. И даже если кто-то вдохновит вас написать об этом собрании, то один журналист напишет так, а другой по-другому, потому что все мы люди. Мы не получим идентичного дословного описания. В литературе это называется плагиатом. И если один человек переписывает слова другого и выдает за свои, он занимается воровством, плагиатом. Неужели Господь забыл, что Он надиктовал одному пророку и повторил одно и то же другому? Господь не делает этого, и Святой Дух так не делает. И пусть пастор объяснит, как получается, что одна книга передаст содержание другой книги, которая была написана за сотни лет до того. Позвольте представить вам книгу молодого христианина Ганса Кунга. Хоть мне и трудно произносить скандинавские фамилии. Книга под названием «Безупречный». Ему 43 года. Родился в Швейцарии. Является преподавателем догматики и экономической теологии. Директором экономической теологии в Тубингенском университете, Германии. Он был членом группы официальных теологов, которых назначил сам Папа Римский в свой совет. Он известен как протеже современной теологии. Ни одна из книг Нового Завета, считает он, не претендует на то, что она снизошла прямо с небес. Вот что говорит наш друг Ганс Кунг. Напротив, довольно часто они дают ясные намеки на свое человеческое происхождение. В Евангелии от Луки, глава 1, стих 2, особенно ясно говорится о происхождении Евангелий. Особенно ясно. Что же говорится в Евангелии от Луки? Там говорится о Святом Духе, а говорится так. «Как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова, то рассудилось и мне». От Луки, глава 1, стих 2, 3. Значит, любой из нас может сказать, что они тоже способны на это. И я, врач, один из наиболее образованных последователей христианства, тоже способен написать тома. Это вдохновение. Почему бы мне не написать? Ведь я самый знающий. Лука пишет. «То рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофилл». Все, на что он претендует, так это то, что другие авторы пишут не по порядку, и что его рассказ будет по порядку. У Марка написано не по порядку, а у меня будет по порядку. Он не претендует на то, что его вдохновлял Бог или Дух Святой. Он ссылается на людей, живших ранее. Они вдохновляли его. В Евангелии от Луки, глава 3, стих 23, представлена генеалогия Иисуса. Мы читаем. Иисус, начиная свое служение, был лет 30-ти, и был, как думали, сын Иосифов, Ильев. Итак, Лука пишет, что он писал, вдохновленный Духом Святым. Могло ли быть так, что Дух Святой, который вдохновлял Луку, не знал, сколько лет было Христу? Христиане верят, пятидесятники верят в то, что Святой Дух есть Бог, в то, что есть Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой, и в то, что это не три Бога, но один Бог. Но этот Бог, если он вдохновлял Луку, не знает, сколько Иисусу было лет. Бог не знает, сколько точно Иисусу было лет. Лет 30. Бог не уверен, а в самом позднем переводе выражение «начиная свое служение» убрали. Возникает вопрос, почему? Господь ждал миллиарды лет, прежде чем снизойти на землю, и с первого года по 30-й Он не соизволил сказать одно предложение на пользу роду человеческому. Что же Он делал в течение 30 лет, чтобы помочь человечеству? Одно предложение. Он ничего не сделал. А в современном переводе Библии короля Джеймса из выражения «начиная свое служение» слово «служение» убрали, а слова «как думали» взяты в скобки. А это означает, что Лука не писал этих слов. Спросите любого христианского теолога, что это означает, что это подразумевает. Они честно признают, что смысл их в том, что в оригинале этих слов не было. «как думали» взяты в скобки. Это слова редактора. В переводах Корана то же самое. Переводчик ставит слова в скобки, их там нет, но он показывает, что имелось в виду. Он пытается нам помочь. Мы принимаем эту помощь, в том числе и в случае с Библией. Но слова других людей — это слова других людей. И если Лука писал под вдохновением Святого Духа, то эти написаны не под вдохновением. И вот что происходит в случае с шведской и датской Библией. Слова «как думали» оставлены, а скобки убраны. Я проверил. Вы знаете, что это означает? Если слова идут без скобок, то это слова Луки. Если Лука писал, вдохновляясь Духом Святым, то это Слово Божие. Получается, что христиане могут менять текст, и если поставить слова в скобки, значит поступить честно. То в Библиях на других языках, в оригинале зулу, африканс, урду, шведском, норвежском, на всех, кроме английского, они меняют текст в свое удовольствие. Может быть, шведы не знают, в чем смысл скобок? Посмотрим, что говорит Коран о том, как отличить Слово Божие от слов, не являющихся Словом Божиим. Разве ж они не размыслят о Коране? Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы там много противоречий. Сура 4, аят 82. И все, что является Словом Божиим, не содержит противоречий и является безупречным. Так утверждает Коран. Поэтому позвольте процитировать для вас и для пастора из первой книги Паралипоменена. Глава 21, стих 1. И восстал сатана на Израиле, и возбудил Давида сделать счисление израильтян. Кто спровоцировал Давида? Сатана. Во второй книге Царств, глава 24, стих 1, говорится об этом же. Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать, «Пойди, исчисли Израиля и Иуду». Кто сказал Давиду? Господь. Насколько мне известно, ни в одной из религий Бог и сатана не являются синонимами. Не говорится, что сатана это Бог, а Бог это сатана. В одном месте говорится, что сатана побудил, а в другом что Бог. Так пусть профессор ответит, какой из фрагментов написан под руководством Духа Святого. В третьей книге Царств, глава 7, стих 26, читаем, «Толщиной оно было в ладонь, и края его, сделанные подобно краям чаши, походили на распустившуюся лилию. Оно вмещало 2000 батов». А в книге 2, глава 4, стих 5, мы читаем, что «толщиною оно было в ладонь, и края его, сделанные края чаши, походили на распустившуюся лилию». Оно вмещало до 3000 батов. Разница в 50%. Но мне хотелось бы знать, какое из этих высказываний является Словом Божиим. Иначе почему в одном случае Бог сказал, что было 2000, а в другом, что было 3000? Разница всего в 50%. Но я хочу знать, что от Бога, а что от дьявола, потому что оба числа не могут быть от Бога. Бог не мог сказать одному автору одно, а другому другое. Вот еще один пример. Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 9. «Да сбудется Слово, реченное им, из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого». Никого значит ни одного. Ноль. Но тот же Иоанн, главой ранее, говорит, глава 17, стих 12. «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели. Да сбудется Писание». Никто и один. Имеется в виду Иуда, павший по воле сатаны. Какова разница в процентах между «не одним» и «одним»? У меня с собой пять банкнот по 10 фунтов стерлингов каждое. Не знаю, сколько это в кронах. Я попрошу даму, первую даму, объяснить, какая разница между «одним» и «нулем». Я хочу дать шанс дамам, не мужчинам. Дайте дамам шанс. Какая разница в процентах? Дамы. Прошу вас, дамы. Я слышу мужчину. Любая дама, пожилая, молодая, ребенок, 50 фунтов стерлингов. Я не знаю, сколько это в кронах. Сколько процентов? Какая разница? Сколько? Я хочу дать ей, пожалуйста. Пожалуйста, помогите мне. Сколько процентов? Сто. Сто. Сто процентов. Бесконечные. Да, бесконечные. Правильный ответ. Но вы не дама. Ничего. Бесконечная разница между нулем и единицей. Пожалуйста, передайте деньги молодому человеку. Пожалуйста. Итак, Иоанн, писавший под Божьим вдохновением, противоречит самому себе. И во второй книге про Альпомена, глава 9, стих 25, мы читаем. И было у Соломона 4 тысячи стоил для коней. А в третьей книге царств, глава 4, стих 26, говорится, что было у Соломона 40 тысяч стоил для коней. 4 из 40 тысяч. Что было написано под вдохновением Божьим? Первая книга царств или третья книга царств? Разница всего в 36 тысяч. Не говорите мне, что дело в еще одном нуле или еще в чем-то. Иудеи в то время не знали нуля. Они узнали о нем от моих братцев из Индии. Арабы позаимствовали у индусов ноль, и от них о нуле узнал западный мир. Еще одно противоречие из первой книги царств, глава 28, стих 6. И вопросил Саул Господа, но Господь не отличал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. Господь не ответил ему. В то же время, в первой книге про Альпоменон, глава 10, стих 14, говорится, что он, Самуил, не взыскал Господа, зато он и умертвил его, и передал царство Давиду, сыну Иесееву. Итак, по одной версии он спросил у Господа, но Господь не ответил ему. По второй версии он не спрашивал у Господа. Спрашивал или не спрашивал? Кто вдохновлял авторов на написание этих противоречащих друг другу текстов? Бог или кто? Затем, знаете ли вы разницу между женой и наложницей? В Писании говорится, что у Соломона было 700 жен и 300 наложниц. Никому не обидно за Соломона? Христиане верят, что необходимо различать законную жену и наложницу. У Авраама было две жены, одна Сара, законная, другая Агарь, наложница. Сара была женой, а Агарь была наложницей. Так говорят христиане. Посмотрим же, что говорит Моисей, если он вдохновляем Богом в книге «Бытия», глава 25, стих 1. «И взял Авраам еще жену именем Хеттуру». Моисей пишет, что это была жена, вторая жена. Однако в первой книге «Парлипоменон», глава 1, стих 32, читаем. «Сыновья Абхеттуры, наложницы Авраамовой». Являются ли слова «жена» и «наложница» синонимами? Аналогично в Писании говорится, что у Соломона 700 жен и 300 наложниц. Господь говорит, что было у Соломона 700 жен и 300 наложниц, то есть тысяча супруг. Таким образом проводятся различия между женой и наложницей, которая в еврейском обществе имела более низкий статус. Итак, тот же Бог, тот же Дух Святой заставляет Моисея написать, что она была женой, и он заставляет написать этого автора, неизвестного автора «Парлипоменона», а авторы «Парлипоменона» неизвестны. Спросите любого христианского богослова, кто написал книгу «Царств» и кто написал «Парлипоменон», и он ответит вам, что автор неизвестен. Вот что говорят 32 христианских богослова об авторстве Библии. Но вот что говорит неизвестный автор первой книги «Парлипоменона», глава 1, стих 32. Он говорит, что у этой хитуры, наложницы, было шесть сыновей. У Авраама было по сыну Атсары и Агарии, и шесть еще от хитуры. Шесть плюс два равняется восьми. Апостол Павел, которого вдохновлял тот же Дух Святой, пишет, что было у Авраама два сына. Кто вдохновлял его Дух Святой? Потому что тот же Святой Дух вдохновлял авторов Ветхого Завета написать, что было у Авраама два сына Атсары и Агарии, и шесть от хитуры. И вот Святой Дух, ранее вдохновивший людей написать, что было у Авраама восемь сыновей, теперь говорит Святому Павлу написать, что сыновей у него было двое. Интересно узнать, кто вдохновлял этих людей, Дух Святой или какие-то другие духи? Затем в последнем переводе Библии короля Джеймса от Матфея, глава 21, стих 7, говорится, я читаю, «Привели ослицу и молодого осла и положили на них, на них два животных, не одно, одежды свои, и он сел поверх их». Как человек может сесть на двух ослов? Вы можете себе представить, что Иисус Христос исполняет цирковой трюк, катаясь на двух ослах сразу? На двух ослах сразу. Можно ли представить такое? Можно ли представить себе, что могущественный посланец Бога катается на двух ослах сразу, словно иллюзионист, акробат в цирке, который исполняет трюк, катаясь на двух лошадях? Вы можете сесть на двух ослов? Можете, если вы, конечно, в цирке. Следующая книга Иоанна, глава 1, стих 18, читаем, «Бога не видел никто никогда». Вы согласны? Я согласен с этим. Никто никогда не видел Бога. В книге «Исход», глава 33, стих 20, читаем, «Лица моего не можно тебе увидеть». Вы даже не можете посмотреть на солнце. Как вы можете тогда увидеть Творца Вселенной? Потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. Согласен. Бога никогда нельзя увидеть, иначе человек умирает, исчезает. Однако в книге «Бытия», глава 32, стих 30, Бог внокновил Моисея написать, «И нарек Иаков имя место тому» — Тенуэл. «Ибо говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». Иаков видел Бога воочию. Было сказано, Бога не видел никто никогда, что никто из живущих не может увидеть Бога, а Иаков говорит, что видел Бога, и что душа Его в целости и сохранности. Кто вдохновил автора на написание этих слов? Мне хочется знать. И пусть пастор объяснит. Да, я объясню. Из первого послания к Коринфянам, глава 14, стих 33. «Потому что Бог не есть Бог не устройство, но мира». Согласен. «Потому что не устройство, смущение в этот мир вносит не Бог, а сатана». Однако в книге пророка Иезекииля, глава 20, стих 25, мы видим, «И попустил им учреждения недобрые и постановления, от которых они не могли быть живы». Какую дьявольскую вещь он делает, делает ли это Господь? Но Он смущает Свои творения. В одно и то же время Господь вдохновляет людей писать, что Он не является источником неустройства. И в то же время другие люди пишут, что Он давал Своим творениям недобрые учреждения, законы, что Он смущал людей. А вот цитата из одного христианского журнала под названием «Чистая правда», датированная октябрем 1977 года. Чтение историй из Библии детям дает столь широкие возможности для обсуждения морали половых отношений, что некоторые цензоры могли бы поставить на Библии в том виде, как она есть, пометку только для взрослых. Не знаю, есть ли в Скандинавии только для взрослых, но Бернард Шоу сказал, что это самая опасная книга на Земле. И что ее нельзя давать детям. Что ее следует держать под замком и не давать детям. Это сказал Бернард Шоу. Хорошо, если вы сами это проверите. Просто хотелось бы дать еще один пример из так называемого «Слова Божия» из книги Судий, глава 16, стих 1. «Пришел однажды Самсон в Газу, вы знаете, это у местных Газа, и, увидев там блутницу, вошел к ней». Иначе говоря, он занимался сексом с блутницей, с блутницей. Можно ли представить, что в Слове Божьем говорится о таком? Такое о библейском герое Самсоне. Все вы слышали о Самсоне, читали историю Самсона и Далилы, видели фильм. И, наверное, он где-то идет сейчас в Стокгольме. Так вот, этот Самсон занимается сексом с проституткой и прославляется в Слове Божьем. И какое наказание он понес? Никакого. Каким целем служит это? Доктор Колин Джонс, уважаемый психолог из США, провел эксперимент на школьниках. Он рассказывал им различные истории, и они вызывали незаметные, но постоянные изменения в характере. каковы были темы этих рассказов? Секс, насилие, убийство, кровосмешение. Вы программируете человека этими рассказами. И дай человеку возможность реализовать то, во что он верит, он сделает это. Мы то, что мы едим, и мы то, что мы читаем. То, что можно купить в аэропорту Кеннеди в США, хитро в Лондоне или в Стокгольме, невозможно представить в Южной Африке. Если бы я привез это в мою страну, меня посадили бы на два года. Правители, белые правители Южной Африки столь строги в моральном отношении, что невозможно представить себе человека моего возраста, сидящим за решеткой за провоз порнографии. Но такое халяль, разрешенное в Слове Божьем. Или вот у Исаии, глава 7, стих 20. «В тот день обреет Господь бритвою, нанятую по ту сторону реки царем ассирийским, голову и волоса на ногах, и даже бороду отнимет. Бог будет брить всех. Интересно, как высоко он собирается брить на ногах? Вот видите, разве можно так говорить о Боге? что он обреет голову, и что он обреет ноги». АПЛОДИСМЕНТЫ Из второй книги царств, глава 22, стих 9-11. «Поднялся дым от гнева его, из уст его огонь пожирающий». Итак, из носа дым, а изо рта огонь, как у дракона. Библия говорит, что дым исходит из ноздрей Бога. И это говорится о Боге. «И наклонил он небеса, и сошел, и мрак под ногами его, и воссел на херувимов, и воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра». Бог катается на ангелах. На двух ангелах. Не на вертолете. На ангелах. На ангелах. Слушайте это, «Оброшил в небе, и пришел с мраком, и под ногами его ноги. Он ходил на херувимов, и все Бог летит на херувимов. Он ходил на маленькие девочки. И эти девочки, если вы не видели ангелов, поезжайте в Ватикан и увидите». Я был в Ватикане, в этой святая святых, католической церкви, и не сожалею об этом. А вот фотографии ангелов, сделанные внутри. Только не показывайте на камеру, иначе эту запись запретят во всех странах мира. Две фигуры из мрамора, телесного цвета, столь гладкие и шелковистые, что если вы дотронетесь до них, у вас будет электрический удар. Господь вверхом на ангелах, и Господь летит на них, словно супермен. У супермена, кажется, лучше получается. Мне бы хотелось дать пастору возможность объяснить все эти странности из Слова Божия. Если бы это был роман или фантастика, то это было просто потрясающе. Но это книга, которую приписывают Богу, а потому это стыдно. Господь не может говорить таких вещей и писать. Включите. Хочу напомнить, что мы дали господину Шобергу пять минут на представление и шестьдесят минут на основной доклад. «Это уже мой пятый Коран, и поверьте, у него есть разные переводы, и все основываются на тех же принципах, что и переводы Библии. Я буду использовать два перевода Корана. Один перевод Абдуллэй Юзеф Али, а другой из Пакистана Мулана Мухаммед Али. В каждом из этих переводов есть разнообразные идиоматические выражения, и их легко понять. Я считаю, что я могу сказать. Я считаю для себя привилегией выступить перед вами. Мне импонирует дружественный подход господина Ахмеда Дидата. В то же время он открыто и ясно дает понять, что между христианской верой и религией ислама существует конфликт. В качестве вступления братья и сестры, позвольте сказать, а я имею в виду именно это, что мы все одна семья Господа Бога. Что мы должны уважать друг друга, потому что у нас христиан и мусульман столько общего, Авраам и Моисей, Илья и даже Христос. И перед тем, как продолжить свое выступление, я хочу сказать, что я сторонник свободы вероисповедания. Вы приехали из исламских стран в Швецию. Вы бежали из стран, в которых исламские законы угрожали вашей жизни. Страну, в которой существует флорализм мнений. позвольте сказать вам, позвольте сказать вам, позвольте сказать вам, послушайте, господину дидату. Вы дали время выступить господину дидату, теперь я прошу вашего внимания. и я хочу сказать, что в нашей стране мы достаточно зрелы, чтобы иметь несколько мнений. Политические лидеры могут соперничать друг с другом, но затем они в состоянии сесть вместе и сказать, мы друзья. меня неоднократно спрашивали в газетах и по радио, могут ли мусульмане строить свои мечети в Швеции. Я неоднократно отмечал, что да, мусульмане должны быть в состоянии строить свои мечети в Швеции. И позвольте сказать, если в Европе возникнет та или иная форма расизма или нацизма в отношении людей с другим цветом кожи приехавшими из других стран, то вашими лучшими друзьями будут христиане, верящие в Библию. И в качестве введения хочу вам сказать, что ко мне приходили мусульмане, которые стояли на пороге выдворения из страны. Полиция, правительство и премьер-министр сказали свое последнее слово, и у меня есть свидетель к тому, что мы прятали этих людей в своих христианских домах. Это были люди, которые ни за что не собирались становиться христианами, но они принимали нашу помощь, потому что находились в опасности. «Итак, сегодня у нас будет напряженная дискуссия, потому что я собираюсь быть открытым и откровенным. Я надеюсь, что вы дадите господину дидату возможность ответить на вопросы, потому что господин дидат бросил мне вызов. Он сказал, что моя Библия не является священной книгой. Он сказал, что не стоит в нее верить, а я молча сидел и слушал. И я немного шокирован, потому что когда я читал Коран, я прочел слова Мухаммеда о том, что к Торе и Евангелию следует относиться как к Слову Божьему. Мухаммеда Почему вы критикуете Тору и Евангелие, когда Коран говорит вам верить в них? Удивительно, почему господин кандидат, столь утонченный человек ездит по миру и пытается воевать с христианами? Я думаю, что понимаю. И у меня есть еще один вопрос. Вы родом из Пакистана, очень дружественной страны. Затем вы переехали в Южную Африку. И мне стыдно за белых правителей Южной Африки, причинивших столько страданий чернокожему населению страны. Я один из многих христиан в этой стране, которые протестовали против правительства Южной Африки. Один из тех, кто выразил свою поддержку чернокожему и цветному населению Южной Африки. Я надеюсь, что вы не в обиде на нас из-за поведения христиан. от имени христиан я прошу у вас прощения. Однако в Европе складывается непростая драматическая ситуация. Мы 70 лет были окружены коммунизмом в Восточной Европе и в Советском Союзе. Коммунизм боролся с христианством, но христиане молились и читали Библию, и коммунизм пал без единого выстрела, благодаря любви, вере и миру. Но сейчас ислам все больше завоевывает позицию в Европе. Возможно, ваш приезд сюда связан с миссионерской деятельностью. так или иначе, обратимся к сути нашей дискуссии. Я отвечу на все ваши вопросы, и у меня есть хорошие на них ответы. Прежде всего, позвольте сказать, почему я убежден, что Библия есть Слово Божие. Вначале о происхождении Библии. Это чудо, и мы действительно верим в то, что Бог продиктовал эти слова авторам. Мы верим в полную инспирацию Богом. Бог настолько велик, что Ему не нужно было говорить сквозь уши. Он говорил прямо с сердца писавших. Библия это чудо. 40 человек совершенно разных на протяжении 16 веков давали нам Библию. И если посмотреть греческие, древнееврейские языки, вы не увидите ни одного противоречия, так как эти противоречия на самом деле не являются противоречиями. Они только выглядят так, только похожи на противоречия. Но если вы дадите мне время, я легко объясню вам, что эти противоречия противоречиями не являются. Как могло произойти, что Библия не является надиктованным текстом, а результатом божественного вдохновения? Это связано с тем, как Бог приближался к человеку. Бог позволил себе воплотиться в человека, когда Мария зачала Иисуса. И в этом великая идея христианской веры, в том, что Бог недалек, Он хочет быть рядом, открытым с каждым и со всеми. АПЛОДИСМЕНТЫ хотелось бы проиллюстрировать, как начиналась Библия. Предположим, у нас есть крупные музыкальные произведения, и мы просили кого-то сыграть его на фортепиано. Услышав его на фортепиано, мы хотим услышать его в исполнении органа, гитары или духового оркестра. Инструменты различаются, но каждое исполнение верно. Оно соответствует оригиналу шедевру, потому что музыку можно переживать по-разному. Вот так и Библия. С одной стороны разная, с другой совершенная гармония. Господин Дидат говорит о Библии, что в нее невозможно верить, так как она содержит много противоречий, что она противоречит Корану, как если бы он знал это лучше Мухаммеда. Позвольте сказать вам, что никто не может что-либо поменять или выкинуть из слова Бога. Это просто невозможно. потому что в оригинальной Библии на еврейке и на греческом существует так называемая система безопасности. в этих языках в этих языках каждая буква представляет цифру. Так что каждое предложение является соотношением цифр. ученые лингвисты установили, и я готов дать вам примеры тому, что Библия состоит из математической генетической системы. Всем известно, что наше тело является следствием реализации генетического кода. Поэтому у нас в правильном месте растут нос и пальцы, иначе бы они росли хаотично. Уже в эмбрионе, в утробе матери, в невидимом глазу ребенка есть личность, которую создал сам Господь. Так же и с Библией. Когда она говорит о Боге, подразумевается число семь. Это может быть разумевается, может быть разумевается, и когда она говорит о Боге, когда говорит об Иисусе, то восемь. И так же со всем остальным. Невозможно выбросить стих, невозможно привести еще одно предложение, так как Библия словно цепь, это совершенная система. Вы вставить другую строчку, потому Библия как шейн. Это complete system. Я посещал Пинджаб, я встречался с местным духовенством, им не часто говорили, что Тора и Евангелие суть Слова Божия, но их изменили. Но послушайте же, мы располагаем данными археологических исследований первых веков христианства, и эти манускрипты находятся в том же состоянии, в каком нашел их Мухаммед и нарек Библию Словом Божиим. Мухаммед говорил, когда он подтвердил Библию как Словом Бога. Мухаммед, пророк Мухаммед, когда родился пророк Мухаммед в шестом веке, эти манускрипты, относящиеся к периоду первых веков христианства, содержали те же слова, что и сейчас. Существует много подтверждений тому, что Библия была права. когда это касается исторических пророчеств Библии. Археология это наука, которая показывает, что пророчества, пророчества, касающиеся нашего времени, сбываются. Так много примеров. Если прочесть последнюю книгу Нового Завета, там есть пророчества о загрязнении воздуха. Если мы не прекратим загрязнять воздух, то будем сожжены заживо, и сегодня ученые признают существование озоновой оболочки вокруг Земли. То, что предсказывала Библия две тысячи лет назад, сбывается сегодня. Я могу представить сотни примеров. Мне не терпится перейти к вопросам, заданным мне по поводу Библии. Но я не уверен, что все вы знакомы с Библией. Вас столько раз отговаривали читать Библию, что вы знакомы только с рассказами о Библии. Как говорит господин Дидат, для кого-то это истории из далекого прошлого, и зачем верить в них? Но мы, кто знает Библию, почитаем ее, как Слово Божье. Как Слово Божье. Библия это способ найти путь к Богу. Многие из вас верят, что Бог есть, но у вас нет тесного контакта с Богом. В Библии говорится, как приблизиться к Богу. Как Бог создал мир, и как грех проник в человечество, потому что Бог не одинок, что есть дьявол. Бог не одинок, а в море. Мы не знаем, когда зло пришло в этот мир, но известно, что был и сатана, который в начале сотворения был ангелом, а потом восстал против Бога и решил разрушить все хорошие его творения. Господь подумал, как помочь человечеству, и дал примеры людей, которые хотели жить праведно. Некоторые из них смогли, некоторые не смогли. И Господь подумал, что этого недостаточно. Абрам не смог, Соломон погряз в грехе. А вы, господин дидат, совсем недавно говорили нам, что Самсон имел связь с Далилой и не был наказан. В таком случае вы не читаете Библию. В этом различие между Библией и Кораном каждый раз, когда Библия повествует о грехе, она выносит о грехе свое суждение. Но когда мы читаем Коран, как сейчас, мой отец, его более нет в живых, читал помни из Корана, сура 24, аят 33. И не принуждайте девушек ваших к распутству, если они хотят целомудрия, стремясь к случайностям жизни ближней. А кто их вынудит, то ведь Аллах и после принуждений их, прощающий милосердный. Библия в случае греха Соломона, а также Самсона и Далилы или кого-то еще учит, что Бог есть судья, что без раскаяния не быть прощением. И нет прощения, если нет репетности. греха не может избавиться от греха. Грех есть часть нашей природы. Это не просто какие-то внешние проявления, это часть нашей природы. Так что Господь дал нам лучшее решение. Вот почему пришел к нам Христос. Это проблема, и завтра у нас еще будет диспут о Христе. Позвольте сказать вам, мои исламские братья и сестры, Я знаю, как трудно вам, верящим в то, что Бог един, Бог един, понять, как у Бога может быть Сын. Как может быть, что единый Бог проявляет себя через Отца, Святого Духа и Бога Сына? И как может быть, что Бог будет представлен как Боя Сын и Насколько это нелогично, думаете вы? Но позвольте объяснить вам, привести несколько примеров. Никто не видел Бога, хотя вы видели Его. Господин Дидат говорит, что христиане сумасшедшие. В Библии написано, что никто не видел Бога, но Он как-то явил людям Себя. Позвольте спросить вас, вы были в Мекке, Стокгольме, Готеберге, Луксоре, Тунисе. Были ли вы на Солнце? Некоторые люди были на Луне. Не увидели ли вы Солнце в том смысле, что были на Нем? Можно ли посмотреть на Солнце и при этом выжить? Нет. Но в то же время видели ли вы Солнце? Да. Вы получаете Его благословение, вы ощущаете Его теплоту на своем теле. Да, вы чувствуете это. И в этом смысле Бог не является единой Личностью, Его проявления множественной. Вы представляете Бога единым, как вы думаете о себе, заключенным в окно тела. Но я верю. извините, я говорю на Урды. Бог есть целостность, но Он не есть какое-то одно лицо. Бог есть целостность, и Ему все подвластны. Бог присутствует в мечети в Пинджабе, в доме в Африке, когда молятся в здании парламента и в Советском Союзе, везде. Бог там, Бог там. я согласен, это трудно понять, но с другой стороны, легко, потому что Бог может предоставить что-то свое во всем Его величии, чтобы стать человеком. Потому что Бог может предоставить что-то свое во всем Его величии, чтобы стать человеком. Современная наука поняла сейчас, что в тот самый момент, где-то в Аравии, когда был зачат младенец Который затем потрясет мир и станет святым пророком Мухаммедом В тот момент, когда он хранился в утробе матери, никто не видел его Никто не знал, что эта женщина носит в себе великого пророка Но внутри невидимого эмбриона он уже был во всей его целостности С его красотой, умом и способностями к лидерству Представленный в виде зародыша, в виде генетической системы В другом случае, Бог сделал это реальностью Так что пророк явился во всем его величии Явился в женщине, чтобы прийти в наш мир, чтобы Господь понял нас Он взял наши грехи и умер за нас на кресте Захватывающим является чтение Ветхого Завета Если вы читаете книгу пророка Даниила Вы найдете в главе 9 пророчество относительно того, когда свершится распятие Христа Пророчество дано нам за 483 года Или за 173 880 дней до распятия У меня есть специальная книга об этом Но видите ли, Библия говорит о том, что Христос, который сошел на землю И умер за наши грехи, и Он может представлять все человечество Потому что Библия говорит, что Бог сотворил Иисуса силой Святого Духа Я помню, как вы, господин Дидат, когда я читал вашу книгу и смотрел лекции Мы смеялись над тем, как Святой Дух снизошел к Марии и был зачат Иисус Вы в своем фильме говорили неприличные слова и делали неприличные движения руками Но позвольте сказать вам, господин Дидат Что выражения, описывающие в Новом Завете Как Святой Дух снизошел к Марии Те же, что используются для описания того, как Святой Дух витал над землей перед сотворением всего Это святые вещи У меня есть еще 25 минут Я боюсь, не устали ли вы Ибо мне предстоит рассказать вам нечто весьма волнительное Видите ли, почему Господь решил дать нам спасение Он хотел, чтобы мы жили счастливо Он создал нас в этом мире Потому что для нас Он хотел самого лучшего Помимо плана согласия и прощения Он в Библии дал нам этические ценности Сегодня я собираюсь дать вам примеры Ради которых некоторым из вас придется мобилизовать весь свой характер И не сердитесь, ибо у господина Дидата есть хороший ответ Предположим, вы купили новую машину или компьютер И собрались ими воспользоваться Наверное, вы будете рады, если к вам придет создатель машины И даст советы, как ей пользоваться Итак, есть у вас Мерседес или Вольво А Вольво лучше, если живешь в Швеции И вот к вам приходят и говорят Давай заправим машину не бензином, потому что он дорогой А водой И вы говорите Как? Ты совсем не знаешь, как работает машина? Наверное, специалисты из Вольво могут это объяснить Вам на самом деле хотелось самолет, а вы купили машину И вам говорят Давай заедем на гору У нее такой мощный мотор И полетим Конечно, не очень хороший совет Теперь о женщинах Конечно, не очень хорошо приводить в качестве примера жену А тем более делать с ней то же самое, что и с машиной Прошу тишины Библия учит относиться к жене с почтением Потому что если не относиться к ней с почтением То Господь не услышит наших молитв К жене следует относиться Как к хрупкому сосуду Потому что в эмоциях женщины есть что-то, чего нет в мужчинах И это так Господь говорит Будь добр к жене своей Так говорит Библия В Коране же говорится, что если жена не верна тебе Поговори с ней Если не слушает Не имей с ней никаких отношений А если она не меняется Подей ее Я не верю в это Как и мой отец Я не понимаю тех мест Корана Где написано, что если живет в твоем доме непорочная девица И хочет остаться добродетельной То не толкай ее на путь неправедный Но если ты согрешил с нею То знай, что Господь милосердный Простил тебя И мне это не нравится Господин Дидат пусть даст ответ И еще Господин Дидат оскорбил нескольких пророков Всем святым людям христианской веры был брошен вызов Хотелось бы спросить Должен ли быть один и тот же этический подход к лидерам И обычным членам общества К богатым и бедным В отношении честности, порядочности, денег То должен ли быть один подход для богатых, а другой для бедных? Нет Но как вы можете верить в то, что Мухаммед Входит в дом к своему приемному сыну И влюбляется в его жену Которая сидит в его доме простоволосая И Аллах говорит, что да, это грешно для всех Но не для тебя Я говорил о Коране с христианами В моей Библии говорится, что если кто Прилубодействовал, крал или убивал В сложных обстоятельствах То он может раскаяться В Коране говорится, что если кто украл То отрубите ему руку А если кто отошел от исламской веры То убейте или распните его Может я неверно толкую Коран В Пакистане, как мне известно Три месяца назад были восстановлены Исламские законы Кто скажет что-то против Мухаммеда Тот заслуживает смертной казни В Библии есть идеи милосердия и прощения В случае ошибки И последующего раскаяния И ко всем равные отношения И вот я подхожу к самому важному моменту Моего выступления сегодня У меня в руках книга Написанная арабскими теологами О евреях в Израиле Книга выпущена Исламской академией В создании ее участвовали авторитетные ученые И вот что мы читаем Евреи обладают нечеловеческой природой Раз люди еврейской крови не люди Так давайте избавимся от них Потому что они, мужчины и женщины Не такие, как мы Наша кровь лучше, чем их Друзья мои, расизм Проклятие рода человеческого Бог любит вас Белый вы или черный Желтый или красный Араб или еврей Каждый уважается в одинаковой мере Каждый заслуживает уважения Библия говорит, что окончательный план Господа Мир на Ближнем Востоке Реальный мир между арабами и евреями И всеми остальными людьми Вот что хочет дать нам Иисус И позвольте мне сказать Что за этим собранием следит шведское телевидение Вся страна И я надеюсь, что мы можем говорить друг с другом И не сердиться друг на друга Теперь к вопросу господина Дидата У меня есть еще 15 минут Он говорит, что в книге Бытия Слово Бог Следует читать во множественном числе Так написано в Библии Что мы не обнаружили в наших разнообразных переводах И когда вы читаете всю главу Когда вы читаете Библию Вы видите, что множественное число на месте Ибо как и в Коране Когда Господь говорит о себе Самом Он говорит во множественном числе В выражении Позвольте нам Создадим человека по образу и подобию нашему И слово Элохим во множественном числе Указывает на целостность Библия говорит нам, что Бог Не есть какое-то одно лицо В человеческом понимании Он выходит за пределы одного лица Как это сказать по-английски? В этом нет противоречия Библия ясно указывает на это в книге Бытия Главе 1 Позвольте сказать вам Что у нас сегодня присутствует специалист По местам, добавленным в Библию И этого специалиста зовут Господин Ахмед Дидат Завтра я покажу вам Как он дискредитировал моего Иисуса У меня возникает сомнение В его честности Потому на совместном обеде Я собираюсь это выяснить Теперь еще один вопрос Относительно того, что в одном стихе Сатана говорит Давиду Провести перепись А в другом Господь Если у вас есть дети Вы поймете такой пример Предположим, ваш ребенок просится в кино Папа, мама Я хочу посмотреть этот фильм Вы не разрешите ему Но я хочу посмотреть этот фильм И вот ребенок повторил это 10 раз И заявил, заливаясь слезами Весь вечер Что в этом доме его никто не любит И вот вы сдаетесь И он идет в кино Так же и с Давидом Дьявол сказал ему Сделать что-то неправедное И Давид спросил Господа Может ли он сделать это Бог говорит, нет Давид, нет Я пойду и пересчитаю народ Я хочу узнать, сколько их И Господь говорит Не надо, не верь людям Верь только мне Иначе возгордишься ты Но Господи И наконец Господь согласился Иди и перепиши Израиль Еще несколько вопросов Из книги господина Дидата По поводу того, что Давид имел 700 человек конницы А по другой версии У него было 7 тысяч человек конных войск Неудивительно По 10 человек в повозке И относительно того, что Одни пишут, что было у него 40 тысяч всадников А другие пишут, что было 40 тысяч пешек Неудивительно Ведь без лошадей Они становились пешими О Соломоне У которого по одной версии было 4 тысячи конюшен А по другой 40 тысяч конюшен Различие в 36 тысяч? Нет Это свидетельство божественного благословения В начале 4 Через несколько лет 40 тысяч Один из вас заработал деньги на том, что сказал Какая разница в процентах между одним и не одним? Иисус сказал, что не потерял ни одного Но он же объясняет это Объясняет, что с самого начала Иуда Не принадлежал ему Иисус объясняет это Я могу объяснить любое Так называемое противоречие Поскольку их нет Я считаю, что это лучшие моменты в моей жизни И я не прошу аплодисментов Я прошу христиан помолиться про себя Потому что я собираюсь дать лучшее доказательство тому, что Иисус жив И есть Сын Божий И показать, в чем смысл Библии Мы можем вести дискуссию на уровне разума И даже становиться врагами Потому что не понимаем друг друга Реальность сложна по своей структуре Существует множество нерешенных вопросов в астрономии и микробиологии Всегда найдутся разные ученые, представляющие разные мнения Но жизнь Это то, что нужно пережить И даже христианин не может понять Бога до конца Сущность Бога не понять ни мусульманину, ни буддисту Он вне нашего понимания Но мы можем ощутить Его любовь И сегодня я хочу дать вам возможность проверить Что Христос есть Единородный Сын Божий И что слово «Единородный», над которым иногда насмехаются Означает на языке оригинала, что Он был всегда Вот значение слова «Единородный» То, что Он был всегда Он сидит по правую руку от Бога Иисус дает нам возможность излечения от недугов У некоторых из вас есть проблемы в семье Есть дети-подростки, которые пошли по неверному пути и стали наркоманами И я извиняюсь за шведское общество, которое не является христианским Я приношу свои извинения Но я молюсь о том, чтобы Господь возлюбил вас И дал вам пример тому, что Иисус Христос — это реальность, воплощенная в личности И вы увидите изменения в своей семье и в своем ребенке-подростке в ближайшие две недели Позвольте рассказать еще об одном примере Это история женщины-мусульманки, проживающей за пределами Стокгольма Ее убил муж, потому что он много пил Она услышала об Иисусе, но поняла, что она не имеет права поверить в Него, как в Сына Божьего Но однажды, когда муж избил ее, она сказала, что хочет попробовать проверить, является ли Иисус реальностью Она была избита и изранена, все тело ее болело Она обратилась к Иисусу «Если ты можешь это, помоги мне Обнаружь себя и подтверди, что ты жив Если ты жив, излечи моего мужа» И через несколько минут к ней зашел муж Она закрыла лицо руками, ожидая нового удара А он встал на колени, заплакал и сказал «Прости меня, моя возлюбленная, ибо я был в зол» И если вы помолитесь Иисусу, то все злые духи, которые ввели в вас свою деятельность, прекратят ее И если вы помолитесь Иисусу, позволите Святому Духу прикоснуться до вас своей божественной силой прямо сейчас То сквозь вас пройдет энергия Бога И некоторые из вас ощутят, что все ваши боли и болезни уйдут Потому что Иисус творит чудеса И хочу сказать, что сейчас за нас молятся христиане на высокой горе в Южной Корее В христианских церквах в Ираке, Иордании, Нигерии, Алжире, Англии, Финляндии Все они молятся за вас сегодня Будьте честны и позвольте Иисусу сделать для вас Что он хочет сделать А потому признайте, что он был одним из тех, кто благословил вас И никому не говорите об этом Скажите об этом мне по телефону Или скажите кому-нибудь Прошепчите мне на ухо But you can tell it to me Ring, call me on the telephone Or tell it to somebody Whisper in my ear And And What are you doing? I am out of subject Пусть я выхожу за пределы темы, но я прошу дать мне еще две минуты Потому что за временем следят Сегодня в этом зале присутствуют ученые разных направлений Вскоре в Стокгольме будут вручать Нобелевские премии самым успешным ученым И вы знаете принцип науки Необходимо поставить эксперимент И если он удался Тогда правота теории подтверждается И это не выход за пределы контекста Испытайте Иисуса Будьте честны сами с собой Получите Его любовь Аминь Я скажу вам, почему он не ответил Он знал Он знает Каждый образованный человек знает это не только вопрос перевода Так же и в Коране Его переводили разные люди И у каждого из них был свой выбор слов и терминологии Но перевод и версия это разные вещи Если объяснять просто То в католической Библии 73 книги А в той, на которой основывались вы Авторизованной версии Библии короля Джеймса 66 книг Различие в 7 книг Эта книга Библия Римско-католической церкви Вышла раньше, чем ваша Библия Библия протестантская Протестантский мир Выкинуло их Книгу Маковеев Книгу Юдифи И другие 7 книг Выкинуты из книги Которая, как заверяете вы Является Словом Божиим Иначе говоря Вы не принимаете Римско-католическую Библию Как Слово Божие В ней на 7 книг больше, чем в вашей Библии Вот что вы должны объяснить людям Почему вы не принимаете эту книгу В качестве Слова Божьего Я скажу вам Дайте, пожалуйста, мне мою Библию Эти книги-близнецы, не близнецы Они выглядят идентично Страница к странице Но они не одинаковые Я упомянул, что это версия 1952 года А это версия 1971 года Стандартное переработанное издание Одно издание 1952 года Другое издание 1971 года Это не разные переводы Это версии Потому что первое издание Стандартное переработанное издание Основано на самых древних манускриптах Так говорят ваши ученые Ту книгу, которую вы держите Версию короля Джеймса Уходит корнями к самым ранним версиям Ранний означает относящийся К 4, 5, 6 столетию после Иисуса Это относится к еще более древним манускриптам Древним, то есть еще более близким К жизни Иисуса Более близким, то есть более идентичным Если бы мы могли получить что-то Написанное во времена Иисуса Или самим Иисусом То у нас совсем не было бы вопросов Так что чем ближе книга к человеку К истории Тем она более идентичная Когда вы откроете эту книгу То найдете, что рассказ о вознесении Иисуса Выброшен как фальшивка Фальсификация Нет Сэр В этой книге, опубликованной вашими христианскими издателями При поддержке 32 авторитетных ученых-теологов 50 разных направлений Они выбросили стих от Луки Главу 24, стих 51 О вознесении Христа И от Марка Главу 16, стих 19 Где рассказывается о том, что Иисус вознесся на небо Выброшен как фальшивка Самое значимое событие жизни Иисуса Вознесение на небо Упоминается в Библии всего два раза И рассказ об этом Выброшен как фальшивка Кто это сделал? Христианские ученые При поддержке 50 смежных ассоциированных отраслей Но потом у них возникла проблема Потому что чистый доход от продаж версии 1952 года Составил 15 миллионов долларов К этому моменту они осознали Что одного из основных моментов этой веры Вознесения Иисуса нет там И выразили свой протест Читатели увидели это И издателям пришлось вернуть слова обратно Так что эти близнецы не близнецы Это версии Слова взяты и вернулись обратно Бог сказал вернуть им слова обратно Вот как они объяснили причину возвращения слов И я говорю не от себя А цитирую одного из ваших ученых Библия короля Джеймса содержала множество недостатков Это не мои слова Я цитирую одного из ваших ученых О том что книга которую вы держите в руках Обладает множеством недостатков И недостатков так много И они столь серьезны В версии Скофилда Что они пересмотрели их Изъяли их То что не должно было быть там Потому что в самых древних рукописях Этих слов не было Вот такая интерполяция И о Святой Троице Глава 5 стих 7 от Иоанна Где говорится о триединстве Отца, Сына и Святого Духа Выброшен как подделка Говорят что клиент всегда прав Вот и издатели Библии Выбрасывают из нее стихи на потребу покупателю Кто сделал это? Исламские ученые? Нет Еврейские ученые? Нет По каким мотивам? Никаких мотивов Их честность Честность Но теперь чтобы ублажить покупателей В бизнесе говорят что потребитель всегда прав И вы можете удостовериться что это игра И вам не нужно выходить из зала чтобы удостовериться в этом Вот что вы делаете чтобы привлечь покупателей Получить наживу И вы скажете нет Вы этого не делаете А вот мнение господина Филлипса Настоятеля англиканского собора в Лондоне Он говорит что Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна Ранняя традиция приписывает эти книги апостолу Матфею Первой книге Нового Завета Но в настоящее время все ученые отрицают эту точку зрения И в каждой Библии говорится что это Евангелие от Матфея, от Луки, от Марка, от Иоанна Я спрашиваю что значит эти от От, 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 от Согласно Матфея, согласно Луки, согласно Марка, согласно Иоанна Поэтому это не слово Божие И слово апостолов не есть слово Матфея, Луки, Марка и Иоанна К тому есть ясные свидетельства Черным по белому Относительно последнего вопроса От, это слово не из Библии Это слово переводчиков Библии И сделано это для оформления заголовков Так что спорить не о чем Теперь о книгах-апокрифах Из римско-католического издания У меня есть эти книги дома И это очень хорошие книги И нет ничего в этих апокрифических книгах Извините за мое произношение Я устал и шведский у меня родной Между различными учениями нет противоречия Между книгами Маккавея и изданиями Библии Но мы смотрим на эти книги Как на историю По сравнению со Словом Божьим И это то, о чем христиане договорились С самого начала И не будет сложным понять перевод с Хофилда Или Библию короля Джеймса Противоречия нет Мне кажется, вы раздуваете из мухи слона Факт вознесения Иисуса на небо Это исторический факт Упомянут в книге Деяний В учении апостола Павла Во всех Евангелиях И если они выпустили одно предложение То это объясняется тем, что они так хотели получить правильный перевод Что они обсуждали Как лучше его реализовать Но это никогда не было вопросом основ христианской доктрины Каждый перевод находится в согласии с библейской концепцией Но я хочу сказать о тех, кто переводил Библию Даже на шведский Они сделали свои комментарии Аналогичные комментариям Корана Послушайте же В Коране, в том месте, где говорится о том, что можно бить собственную жену Но комментатор отмечает, что для этого следует пользоваться зубной щеткой Представьте себе, что я подхожу к своей жене и говорю ей Я хочу побить тебя зубной щеткой Наверное, она весьма оскорбится Итак, христианские комментаторы иногда вольны в своих высказываниях Иногда они передают христианскую веру Они находятся под влиянием тех или иных религий, атеизма У нас в Швеции есть даже социалистические теологи Которые находятся в оппозиции к христианству И признают идеи скорее политические, нежели христианские Мы этого не принимаем Но Библия не меняется из-за того, что те или иные мыслители Сделали свои комментарии Дамы и господа В начале нашей встречи мы оговорили формат выступлений 50 минут первому выступающему 60 минут второму выступающему Однако пастор взял дополнительное время для ответа на вопросы Поэтому считаю справедливым дать столько же времени господину Дидату Конечно Это выглядит так, как если бы мы занимались боксом, борьбой или иной игрой И мне дали еще один шанс на победу Тем не менее Я участвую в этом матче Мне дали еще пять минут И я благодарен Пастор Стэнли говорит, что в Коране Упоминаются Тора, закон Моисея и Евангелие Нет сомнений, что есть взаимосвязь между учениями Моисея и Иисуса и Мухаммада Для нас, мусульман, это одна религия Одна Это не три отдельные религии Но это отдельный вопрос, и нам потребуется еще время на его обсуждение Коран говорит, что Моисей, Давид и Иисус Все они получили Божье вдохновение И все, что они сказали в свое время, все было сказано под вдохновением Божьим И это верно Но не все слова были сохранены и донесены до наших дней Вот в чем вопрос Мы не подвергаем сомнению Моисея Но то, о чем говорят, как о написанном Моисеем Не было написано Моисеем Если бы он подписался своим именем, то без проблем Если бы Иисус подписался под учениями Матфея, Марка, Луки и Иоанна То тоже не было бы проблемой Но Иисус не написал сам ни слова И никто не написал ни слова в течение его жизни Все это анонимные произведения У христианских богословов нет внутренних мотивов так говорить У меня могут быть Как могут они говорить, что Матфей свободно использовал Евангелие от Марка? Говоря школьным языком, он списывал у Марка И Марк даже не был учеником Христа Почему мы должны принимать его свидетельство? Пойдите и спешите у того, кто был там И в самой книге Матфея, глава 9, стих 9, говорится Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфей И говорит ему, следуй за мной И он, Матфей, встал и последовал за ним Кто написал это? Господь? Нет Иисус? Нет Матфей? Нет Если бы это писал он, то он сказал бы, что Иисус подошел ко мне Сказал мне идти за ним, и я пошел за ним Это написал кто-то другой А теперь, уважаемый председатель, уважаемые председательствующие, дорогие братья и сестры Я даю вам возможность задать свои вопросы мне и пастору Тема завтрашней дискуссии Иисус Христос Пастор уже сделал свое введение в эту тему Хотя это не тема сегодняшней дискуссии Тема дискуссии является ли Библия Словом Божьим, а не Иисус Верим ли мы в Его силу или нет Этим я завершу В Исламе мы верим в то, что Христос был одним из могущественных посланников Бога на земле Мы верим Мы верим в то, что Иисус был Мессией В Его чудесное рождение В то, что зачат Он был без участия мужчины Некоторые священники англиканской церкви не верят в это Мы, мусульмане, верим в то, что родился Он чудесным образом Что Он с силой данной от Бога воскрешал умерших Лечил слепых и прокаженных Мы не являемся врагами Иисуса Христа Мы любим Христа Мы любим Христа Вы искренне Вы говорите нам о том, что Он единородный Сын Божий Единородный Вы швед Наверное, не совсем понимаете английский Если я спрошу англичанина Что такое единородный Что вы пытаетесь этим подчеркнуть Каждого из вас я могу назвать своим сыном И вы не возразите И ваши родители не возразят Но если меня спросят На самом ли деле вы мой единородный Сын Вы понимаете, о чем я говорю? Это значит незаконно рожденный Это значит, что это не ребенок его отца Он мой Я клянусь, молодой человек Так что если мы так точны в человеческом языке Почему мы не должны быть так же точны в Боге? Мы не должны употреблять терминов, не подобающих по отношению к Богу У вас будет возможность обсудить это на завтрашней дискуссии А сейчас я прошу вас задавать свои вопросы Я благодарю обоих выступающих А сейчас мы переходим к той части нашей встречи Когда вы зададите им свои вопросы У меня вопрос к пастору Стэнли Шобергу Библия была изначально написана на греческом, на еврейте Но это не относится к вопросу Вы говорили, что Коран плохо отзывается о женщинах Так вот, в Библии К Колоссинам, глава 3, стих 18 К Ефсеинам, глава 5, стих 24 1 Петра, глава 3, стих 6 1 Коринфянам, глава 14, стих 34-35 Говорится, что женщина должна слушаться хозяина своего, то есть мужа, Авраама И если хочет она что решить, то должна спросить на то соизволение хозяина, мужчины Вы иронизируете над тем, как Коран, который только однажды говорит в той части, которую вы упомянули Что мужчина, вначале поговорив с женщиной, имеет право побить ее Как вы объясняете тот факт, что Библия относится к женщине как к рабыне, как к подчиненной своему хозяину Объясните мне, почему вы упомянули этот фрагмент, в котором говорится, что мусульманин Вначале поговорив с женой, потом предупредив ее, может побить ее Предполагается, что мусульманин может побить жену так, как он нежно шлепает ребенка, без жестокости Почему вы считаете, что Коран настроен против женщин, в то время как Библия относится к женщинам практически как к рабам? Коран говорит об одном человеке, который избивал жену И Библия упоминает его Коран приводит его в качестве примера обращения с женой У него была стоглавая плеть, зубная щетка, как говорит комментатор И если в Библии говорится, что жена должна слушаться мужа своего То в контексте фразы о том, что женщина должна слушаться мужа А муж должен отдавать жизнь свою ей Означает, что оба они должны сделать все ради взаимопонимания Хорошо, мы просим Всего один вопрос Да благословит вас Господь, и пусть любовь будет первым вашим словом и последним Вы сказали, что Коран является последним заветом Как вы можете объяснить, что Господь жив и видит нас с момента смерти Мухаммеда? С момента смерти Христа, но теперь прекратил говорить с нами через пророков? Почему вы говорите, что это последний завет? Потому что в заветах люди свидетельствуют, что Господь говорил с нами Я имею 17-летний опыт, я написала целую библиотеку о том, как Бог живой говорит сегодня Мы, мусульмане, зовем Коран последним заветом Ибо он отвечает на все ваши вопросы Разрешим они или нет? Я вам гарантирую Но то же самое обещал Христос В Евангелии от Иоанна Он говорил своим ученикам, что хочет многое им сказать Он сказал им вести человечество к Судному Дню Однако его непосредственные ученики были не в состоянии воспринять его послание Он многое хотел сказать Но они не могли воспринять его слова непосредственно Когда же придет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет Что услышим мы? Но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам Он прославит меня То есть Иисуса Иоанн, глава 16, стих 13-14 Тогда кто есть Дух Истины? Мы, мусульмане, утверждаем, что Мухаммед есть Дух Истины И готовы ли это обосновать? Я знаю, что предрассудки живут долго И это естественно Но давайте обсудим это вместе Библия говорит Давайте обсудим вместе Коран говорит Скажи, иудеи ты или христианин Собирайтесь и обсуждайте Обсуждайте на общих условиях Условия таковы, что мы не молимся никому, кроме Аллаха, Бога Всемогущего Мы не молимся человеку, обезьянам, слонам, змеям Мы поклоняемся Богу Библия говорит, что Бог есть Дух И тот, кто молится Духу, должен молиться Ему как Духу А не как чему-то, что имеет форму и размер Коран говорит, что у иудеев и у христиан должна быть общая платформа Они молятся единому Богу И эта книга свидетельствует о том, что Иисус есть Христос В первом послании апостола Иоанна, глава 4, стих 1-2, говорится Не всякому Духу верьте, но испытывайте Духов, от Бога ли они Потому что много лжепророков появилось в мире Всякий Дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога Здесь слово Дух является синонимом слову Пророк Пророк, говорящий от имени Бога И это единственная нехристианская религия, которая говорит всему миру, что Иисус есть Христос Кто позволил нам говорить так, Мухаммед? А в вашей книге говорится, что кто признает Иисуса Христом, тот есть Пророк Божий Я надеюсь, что оба выступающих могли бы ответить на мой вопрос Археологические исследования показывают, что Библия это копии месопотамских свитков Эпоса Голгамыши и законов Хамурапи Я надеюсь, что вы оба ответите на этот вопрос Так как Коран основывается на Торе и других источниках Не стоит забывать, что Хадиджа была христианкой, а ее двоюродный брат был епископом в Микке Да благословит его Аллах и приветствует, получил там свое вдохновение Вы говорите, что в шведской Библии утверждается в соответствии с Матфеем от Матфея Так что Коран является от Мухаммеда Различей нет Поэтому, уважаемые выступающие, я возвращаюсь к своему вопросу Не являются ли эти три религии, иудаизм, христианство и ислам Подражаниями старым самаритянским мифам? И здесь наша дискуссия сталкивается с трудностями Не поэтому ли все самые большие зверства, совершенные человечеством, совершили религиозные люди? Я христианин, и мы не должны забывать об инквизиции Не потому ли это, что Библия и Коран являются Словом Божиим, а Коран признает Христа и других пророков? Нет ли здесь элементов фальсификации? Не трудно ли вернуться к той точке зрения, что Библия, по археологическим данным, особенно Ветхий Завет, является копией со старых месопотамских мифов? Археологические исследования, как вы говорите, показали, что есть тексты, напоминающие Библию Когда вы изучаете это, то вера в нее крепнет И это потому, что история Библии подтверждается не только археологическими исследованиями, но и историческими и документальными свидетельствами в разных частях света Поэтому то, что вы сказали, свидетельствует еще больше в пользу истории Библии, чем 10 минут назад Было странно, что задающий вопрос христианин бросает вызов одновременно мне и пастору, спрашивая о Библии и о Коране Он сделал несколько заявлений о том, что Хадиджа была христианкой Правильно? Он так сказал? Могли бы вы привести доказательства? Где вы были тогда? Так вот, это неверно Все, и друзья, и враги Корана признают, что Мухаммед был неграмотным Он не мог даже имени своего написать И этот человек не спосылает нам книгу такого масштаба, которая отвечает на все ваши вопросы Коран запрещает употребление алкоголя, даже в минимальных количествах Некоторые из вас могут пить вино и пиво и обосновывать это тем, что в это время года алкоголь позволяет чувствовать себя лучше Но Коран запрещает это даже в минимальных количествах У вас в странах Запада женщины в избытке Я не знаю точной статистики, но в Англии женщин на 7,5 миллионов больше, чем мужчин В Германии на 5, в США на 7,5 Не знаю, что говорит Библия относительно решения этой проблемы Я требую ответа Проблема осложняется тем, что в Америке, по статистике, 7,8 миллиона женщин не могут найти себе мужей Если бы все мужчины в Америке были женаты, то у еще почти 8 миллионов женщин были бы мужья Еще 25 миллионов мужчин являются садомитами, гомосексуалистами Вы их называете геями Следовательно, еще 25 миллионов женщин не могут найти себе мужей Затем порядка 98% заключенных, получивших сроки по тем или иным причинам, являются мужчинами Кроме того, не все мужчины, имеющие отношения с женщинами, принимают решение о браке Какое решение предлагаете вы? Это мужской разговор, но вы можете смеяться надо мной Какое отношение это имеет к моему вопросу? Брат мой, вы не ведаете, о чем спрашиваете Пастор Стейнли, вы говорите о наличии классов в Алжире Я сам из Алжира и хорошо знаю историю моей страны Она была колонией с 1830 по 1962 год Я надеюсь, что вы имеете в виду, что классовые различия возникли благодаря колонизации, а не исламу Я происхожу из небольшой деревни под названием Скабилиан И в 1956 году она была окружена французскими войсками Что вы думаете про классовые различия в Алжире? Я отвечу на ваш вопрос следующим образом В истории были правительства христианских стран Нам хорошо известно о том, что это были христианские правительства Но они не имели отношения ни к Иисусу Христу, ни к Библии Они назывались христианами Они были христианами в номинальном смысле И они стали причиной угнетения и колонизации Например, в Южной Африке Они стали причиной колонизации и угнетения в стольких других странах И история христианских стран знает много кровопролития из-за этих людей Они никогда не изучали Библию Они не имели отношения к Иисусу Они присвоили себе ярлык христиан Они поставили себе его на голову Хотя таковыми не являлись У вас, мусульман, та же проблема У вас есть люди, которые называют себя мусульманами Но не понимают этой религии И в этом же трагедия христианства Я принадлежу к церкви Мы любим христиан В церкви есть люди, верящие в Иисуса Христа И в Его любовь Испытавшие на себе эту реальность Однако идея контроля над государствами Стала проклятим христианству Она навредила христовой вере Потому что истинное христианство Есть любовь Истинное христианство Смотрит на всех людей, как на равных Вот мой ответ У меня вопрос к господину Стэнли Он подходит к теме диспута Он считает, что Библия есть Слово Божие И верит в Иисуса И если у него есть абсолютная вера в Христа То ответьте мне на такой вопрос Вы, ссылаясь на Марка Главу 16, стих 18 Сказали, что верой можно излечивать болезни В Библии говорится Если что смертоносное выпьет Не повредит им У меня с собой бутыль с ядом И я прошу вас засвидетельствовать Вашу истинную веру в Христа Брат мой дал мне смертоносного яда И хочет, чтобы я выпил его Он хочет, чтобы я устроил шоу И доказал слова святого апостола Марка Глава 16 Что если выпьем что смертоносное То мы не умрем Очень странно Я уверовал в Духа Святого И в нашей семье мы уверовали в Духа Святого Как в реальность И Дух Святой сказал нам Что может произойти И моя жена сказала мне За день до этой встречи Стэнли Будь осторожен Кто-то пытается отравить тебя Когда меня пригласил Сухиль Азистан Которого Ахмед Дидат выбрал Чтобы тот отобедал со мной Жена моя предостерегла меня И вы знаете почему Потому что мы знаем многих мусульман Которые стали христианами И были убиты Итак Хотите ли вы Чтобы я выпил это Упал и умер Да Нет Нет Тогда послушайте Когда вы знаете Библию Первое что я объясню вам Перед тем как сказать Что я действительно собираюсь сделать Я немного шокирован Извините Вы спросили меня Верю ли я в Иисуса Я верю в Иисуса Как об этом говорится в Библии Не в Коране Коран отрицает Что Иисус есть Сын Божий Коран отрицает Что Иисус был распят Коран отрицает Что Иисус воскрес Коран отрицает Что Иисус есть Мессия И я верю в то что Библия Полагает Иисуса Царем царей И Господом господствующих И что Он равен Богу Послушайте Послушайте же братья мои Однажды сатана Приблизился к Иисусу Он встретил его в пустыне И сказал Зайди на высокую гору И спрыгни с нее Покажи что ты Сын Божий И когда Иисус Стоял перед Иродом Тот тоже требовал Чтобы Иисус Показал чудо И развлек его И вы Господин Дидат Вы насмехались Над Иисусом Вы говорили В своей книге Что Библия Противоречит Самой себе То есть По части Пророчеств Я прошу вас Если вы хотите Убить меня Дайте мне еще Пять минут Я хочу сказать Что перед Иродом Иисус не раскрыл рта Он не стал Показывать чудес И когда вы Задали свой вопрос Я понял Что вы Движимы дьяволом Я не собираюсь Идти на поводу У дьявола Я не собираюсь Устраивать шоу Я хочу сказать Всем вам Что Иисус Излечивает Он не хочет Быть причиной Болезни И страданий Он дает жизнь Это дьявол Убивает людей Алкоголем И наркотиками Это Иисус Он дает нам Своё благословение Он хочет Дать благословение Время только на один вопрос У меня вопрос К господину Дидату Он связан с проблемами перевода Мы знаем Мы знаем Что у Корана Есть несколько переводов И что все они разные Потому что В процессе перевода Неизбежен Тот или иной Выбор слов Но никто не говорит О том Что поменяв слова Мы меняем Изначальный Арабский текст Аналогичным образом Вы продемонстрировали нам Несколько переводов Библии Проясните пожалуйста Не считаете ли вы Что в связи с изменениями В тексте перевода Переводчики Изменили Оригинальный текст Библии На иврите Или на греческом Спасибо Правильно Текст Библии Переосмысливают посредники Так Библия Короля Джеймса Претерпела Пять редакций Но книга Осталась Все той же Библии Короля Джеймса Я говорю Что это версии Из Библии Было выброшено Семь книг Семь книг Семью книгами больше Семью меньше В одной из Библии Близнецов От Марка Главу 9 стих 16 Выкинули Выкинули Из стандартного Переработанного Издания Потому что Это были Не самые древние Рукописи В случае Корана Перевод Дополняют Текстом На арабском языке Это и есть То, что мы называем Словом Божиим Перевод Не безупречен Переводчик Не безупречен И если вас Спросят Является ли Этот перевод Словом Божиим Мы скажем Нет Слово Божие Это Коран На арабском В случае Библии Перед нами Тексты Одни или другие И мы не можем Дать ответ На этот вопрос Относительно Количества лошадей И числа всадников Вначале говорится Что было Четыре тысячи А потом Через сорок лет Стало Сорок тысяч лошадей А всадников Как было сорок лет назад Так и осталось Двенадцать тысяч Я говорю это Потому что Господь Не вдохновлял Написание этих книг В моей книге Я объясняю Во что мы Мусульмане верим В Библии Есть слова Бога Пророка Историков А также Многое такое Чего приличный человек Не стал бы читать Своей матери Сестре Или даже подруге Если она Приличная женщина Я не говорю Что в Библии Нет слов Бога В Библии Есть слова Бога Пророков Историков В этом мы верим Но в целом В целом Она не является Словом Божиим В целом Благодарю вас Господин Дидат Благодарю вас Пастор Стэнли За ваши Информативные сообщения Оба выступавших Представили свои Аргументы И теперь вы Братья и сестры Должны решить Где истина Потому что Это вопрос Между вами И вашим Создателем И вашим И вашим Создателем И вашим Создателем